Привет дорогие друзья! Сегодня у нас на повестке дня топ 10 бесплатных игр для ПК. Если вы постоянно ищите интересные и захватывающие игры, но не хотите тратить свои сбережения на платные варианты, то вы попали на нужное видео. В этом выпуске я расскажу вам о 10 потрясающих играх, которые доступны абсолютно бесплатно. И что самое удивительное, все эти игры можно найти на популярной платформе Steam. Так что давайте начнем наше захватывающее путешествие по миру бесплатных игр. Warlander. Увлекательная игра, которая является ярким представителем жанра экшена. Где ты окажешься в огромном и опасном мире, стараясь свергнуть противников и пройти сложные испытания на пути к заданной цели. Познакомимся с главным героем, в прошлом отважным воином и покорителем армии соперника. В один миг все, кому ты был верен, из-за кого был готов положить свою жизнь, оказались предателями, что уничтожило тебя. Погибнув, ты обретаешь возможность восстать из мертвых и вступить на путь отпущения, чтобы расправиться со всеми, кто тебя предал. В твоих руках отныне могучная сила, способная истрепить даже самого сильного оппонента. Но враг может найти на тебя управу, будь внимателен на поле боя. Игра обладает отличным визуальным исполнением, потрясающей игровой механикой и динамикой, что точно порадует любителей жанра. Линия сюжета незаурядно включает в себя многочисленные повороты событий и тайны, которые тебе потребуется разгадать. Не обойдется без бит с коварными боссами, одарить которых задача не из легких. Tom Clancy's X Definite – это динамично-условно-бесплатный шутер с видом от первого лица, где вам предстоит участвовать в ожесточенных баталиях. В описанной игре разгорелась война между отдельными фракциями, все участники которых обладают набором навыков, специфическими для данной организации. Вы можете присоединиться к одной из сторон, чтобы воспользоваться ее преимуществами и попытаться вместе со своей командой одержать верх над противниками. Вам на выбор предоставляется достаточно обширный набор оружия и элементов снаряжения, из которого каждый боец сможет подобрать экипировку по своему усмотрению. В сражениях участвуют две команды, состоящие из шести воинов. Все поединки проходят на разных картах со своими уникальными ландшафтами, что добавляет элемент непредсказуемости. В игре предусмотрено несколько режимов, каждый из которых определяет собственные цели и критерии победы. Выбирайте для себя подходящие условия и вступайте вместе со своим отрядом в бой. В случае победы над оппонентом, вы получите возможность приобрести новое оружие или улучшить имеющийся боевой арсенал, чтобы в дальнейшем бросить вызов более сильным соперникам. Синг. Данный проект относится к категории шутеров, которые игрок проходит от третьего яйца. В игре имеется несколько режимов, основные из которых это ПВЕ и ПВП. В первом варианте три игрока объединяются в команду и начинают проходить миссию, сражаясь с враждебными роботами. Во втором варианте организуются четыре команды, в каждой из которых по три участника, и они борются между собой. Все матчи в начале начинаются из безопасной зоны убежища, где есть шанс пообщаться со своим МПЦ. События в игре разворачиваются на территории тайной и закрытой зоны под названием Меридиан. В процессе игры необходимо прокачивать своих персонажей, улучшая их способности, возможности, а также покупая новое, более мощное оружие. Объединив усилия, игрокам предстоит время от времени бегать по локациям и собирать необходимые ресурсы, пополнять свою энергию, а также вступать в динамичные сражения. The Irland Это приключенческая игра от первого лица с гололомками и захватывающим сюжетом. Вы играете за Джереми, 19-летнего сироту, который исследует нетронутый остров вместе со своим более взрослым и опытными друзьями. Море хранит секрет, который еще никто не осмелился раскрыть. Таинственный, неисследованный остров, окутанный тайной, он манит к себе группу бесстрашных искателей приключений, искушенных в искусстве опасности и острых ощущений. Их миссия – обнаружить новые богатства сырья, которые послужат топливом для бурно развивающейся горнодобывающей промышленности, и разведать потенциальные места для строительства целых городов и поселков на этой нетронутой местности. Но что скрывается под поверхностью этого острова и почему на него никто никогда не заходил – это вопрос. Тайны острова взывают ко всем бесстрашным людям, увлекая их все глубже в мир опасности. Откроете ли вы скрытые сокровища этой сказочной земли или станете жертвой ее многочисленных опасностей? Вы не можете спасти всех, но вы можете попытаться. Орид – это однопользовательская игра с открытым миром в жанре выживания, которая предлагает вам реалистичный и захватывающий опыт. Вы не только должны заботиться о своих физических потребностях, но и о своем психическом состоянии. Вы можете свободно исследовать огромную карту, на которой есть разные локации и секреты. Вы можете находить и улучшать убежище, собирать и крафтить предметы, решать головоломки и взаимодействовать с окружением. Вы переноситесь в 30-е годы 20-го века и становитесь пилотом грузового самолета, который неожиданно терпит крушение на высоте 8000 метров над пустыней Атакамы. Это одна из самых сухих и безжизненных мест на земле, где температура калеблется от жары днем до мороза ночью. Как вы спасетесь из этой ловушки? Сможете ли вы противостоять жажде, голоду и опасностям этой уникальной среды? На эти вопросы вам предстоит ответить. В Gladio and Glory пользователь очутится в Древнем Риме, когда на пике популярности были гладиаторские бои. Сначала нужно создать своего бойца в разделе «Кастомизация». Для мужчины необходимо выбрать имя, тип телосложения, размер головы, рук, груди, бедер и ног. Присутствуют разные оттенки кожи, есть головные уборы, пояса и шорты. Есть возможность добавить процент силы. Доступны 4 режима игры – карьера, песочница, певп и практика. В песочнице игрок сам настраивает параметры сражения, размеры карты, будет ли использовать оружие, сколько бойцов будет сражаться на стороне протагониста, ну и так далее. Есть возможность настроить и количество противников. Их может быть от 1 до 50 и больше. В игре бои проходят на небезопасных аренах. Опасность для жизни представляют не только противники, но и конструкции по периметру карты. На стенах тысячи острых и длинных шипов, что не дает убежать от столкновения. Оружие можно подобрать на земле, если был выбран такой параметр. Для нанесения урона римляне используют копья, трезубцы, боевые топоры с длинными черенками, мечи и так далее. Если увеличить силу бойца до бесконечности, он может справиться с десятками врагов самостоятельно. На трибунах вокруг арены есть зрители. Гладиаторам есть возможность управлять от третьего лица. Влиять на действия союзников по команде, к сожалению, нельзя. Армаджет. Это не просто онлайн-развлечение, а целый игровой континьюм. Насыщенный сюжет, интересная и зрелищная графика, технологии и забористые главные герои. Армаджет классический боевик, событие которого развивается в высокотехнологичном будущем. Экшн-развлечения были востребованы всегда и нынче весьма популярны. Для любителей военной фантастики это самое то, хороший способ приятно провести время, разрывая своих соперников в хлам. Геймерский актив представляет собой соревновательную онлайн-баталию в очень быстром и динамичном режиме. Геймер получит громадную порцию адреналина и заряд на новые сражения в грядущем. Вармаджет рубится командами 4х4. Атмосфера кибермира и технологической вселенной представлена отлично и достаточно качественно. Оружие представлено согласно запросам данной реальности. Хорошая штурмовая винтовка выглядит как стилизованный механизм солдатов будущего, напоминающий лазер-ганг имперской гвардии в Вархаммере. Дробовики вообще суперские, работают славно и приятно для глаза. Сделаны с ноткой небольшой постапокалиптики. Доступны скины снаряжения, которые прекрасно вписываются в антураж пространства. Кроме этого, стволы можно улучшать, так же как и всех персонажей. Полигон. Тактический многопользовательский командный шутер от первого лица. Используя различное оружие, вы будете сражаться с 32 игроками на масштабных картах. Грамотно управляя своим арсеналом и навыками, вы приведете свою команду к победе. Сажайтесь в яростных пи-пи-матчах в команде до 16 игроков. Объединяйтесь с друзьями в отряд, чтобы вывести командную игру на новый уровень. Доступен большой арсенал. У каждого оружия есть реальный прототип. Выбирайте между штурмовыми винтовками, пулеметами, маркманскими и снайперскими винтовками, чтобы найти свой стиль игры. Система кастомизации поможет вам настроить оружие под свои нужды. Меняйте прицелы, рукоятки, дульные устройства и аксессуары. Кроме этого, вы можете разблокировать множество скинов, чтобы выделиться на поле боя. Вступайте в бой в любой локации. От просторной долины до узкого метро. Игра постоянно совершенствуется. Изменяйте исход битвы, используя новое оружие и навыки. Объединяйтесь с друзьями и исследуйте новые локации. Интуитивное понятное управление и понятный геймплей делает игру простой и увлекательной. Благодаря Unreal Engine 5 полигон легко запускается на слабых ПК, а также показывает все свои возможности на современных компьютерах. Unreal Engine, основанный на передовых инновациях, обеспечивает полигон потрясающую графику. Глубоко в океане существует мобильная исследовательская установка, где ученые со всего мира изучают экологию существ, начиная от эфатической зоны и заканчивая афатической зоной, чтобы проложить путь глубоководным исследованиям и пониманию. После того, как в течение нескольких месяцев от объекта не было никаких известий, спасательная команда отправляется на подводные лодки на разведку. Когда команда находит зацепку, подводная лодка подвергается внезапному удару. Одинокому ныряльщику удается спастись через ботисферу, и он попадает на морское дно. Столкнитесь с разнообразными существами, где каждая встреча представляет собой уникальное испытание, требующее от вас адаптации ваших навыков и снаряжения, чтобы выжить в напряженных условиях. Ваша единственная компания – это разбросанные по всему миру документы, раскрывающие истинную природу окружающего вас мира. Соберите информацию о проводимых ужасающих экспериментах и существах, скрывающихся в темноте и наблюдающих за каждым вашим движением. Вооружитесь мощным фонариком и верным ножом для подводного плавания. Вы будете освещать темные воды вокруг себя, одновременно используя функцию Black Light для обнаружения скрытых улик и решения головоломок, а также защищаться от агрессивных хищников и уничтожать ключевые объекты для завершения встреч. Микроворкс. Собирайте игроков вместе в Нексусе, в центральном хабе из малых игровых башен, где игроки в быстром темпе соревнуются друг с другом в выполнении микроигр, которые проверяют на прочность вашу реакцию. Зарабатывайте очки и взбирайтесь по таблице лидеров, успешно проходя микроигры быстрее и лучше своих противников. Ломайте объекты, перепрыгивайте через лазеры, пробегайтесь по полосам препятствий и отвечайте на вопросы викторины. Каждый матч заканчивается босс-раундом, более длинной и заковыристой микроигрой, действие которой происходит на уникальной для каждого босс-раунда арене. Добывайте очки в отчаянной попытке обернуть ход войны в свою пользу и оказаться на вершине. Охота на призраков, гонки на картах и даже дуэли на Диком Западе. Лишь пара примеров из кучи возможных вариантов. Раскрасьте своего персонажа в абсолютно любые цвета. Зарабатывайте опыт во время игры, чтобы разблокировать новые облики и эффекты. Вот мы и подошли к концу моего видео о 10 бесплатных игр для ПК на платформе Steam. Уверен, что вы сможете найти что-то интересное для себя в этой подборке. И хоть эти игры бесплатные, они абсолютно не уступают платным аналогам, а порой даже превосходят их в качестве геймплея. Так что не стесняйтесь погрузиться в увлекательные миры этих игр и насладиться часами захватывающего время пропровождения. Поделитесь в комментариях своими впечатлениями о бесплатных играх на ПК и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые увлекательные топы. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok